Всем привет! Здраво! Хола! Чао! Банджу! Дутен так! Хеллоу! Мерхаба! И сегодня мы находимся на новогодней улице Светной бульвар. Светной бульвар улица была названа так, потому что в конце 19 века здесь находился цветочный рынок. Вот такая красочная елка здесь тоже стоит. Светной бульвар у нас находится в центре Москвы. Это тоже одна из центральных улиц Москвы. И начинается на Трубной площади. Вот мы сейчас на ней находимся, на Трубной площади. И здесь находится метро Трубная. И идет эта улица до Садового кольца. Около метро Трубная находится вот такой монумент. Защитникам правопорядка, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей. Справа от метро Трубная находится офисный жилой комплекс, в котором находятся офисные здания. И три жилых башни был построен по проекту Американского архитектурного бюро. А слева от метро Трубная находятся такие исторические дома, которые являются культурным наследием Москвы. Вот такая зеленая трава. Сегодня чуть-чуть первый раз выпал снег. 27 декабря. Если идти по Цветному бульвару, сквозь него, сейчас здесь вот такое новогоднее оформление, проходя по Цветному бульвару, справа и слева будут дома. Это живые дома. Дома исторические, но в которых сейчас располагаются и банки, и магазины, и кафе, и рестораны. Также достопримечательностью Цветного бульвара является главный цирк Москвы и России. Называется Цирк на Цветном бульваре имени Юрия Никулина. Также рядом с ним есть торговый центр, Цветной и исторические дома. В 2002 году напротив цирка был установлен фонтан, который называется «Клоуны». в честь Юрия Никулина и основателя цирка Альберта Соломонского. Вокруг фонтана вот такие атрибуты клоунской жизни. Чемоданчик, башмак и шляпа. Также есть вот такие скульптуры клоунов интересные. Вот еще одна скульптура. И вот еще одна интересная скульптура – клоун. И вот напротив скульптур клоунов находится сам цирк на Цветном бульваре. Московский цирк на Цветном бульваре имени Юрия Никулина. Один из старейших цирков Москвы и России в Америке. Открылся цирк в 1880 году. Открыл его Альберт Соломонский, артист и наездник. И в 1919 году цирк после революции был переименован в Первый государственный цирк. С 1996 года цирк был переименован в цирк имени Юрия Никулина. В цирке под Новый год проходит новогоднее представление для детей. И вот сейчас закончился сеанс представления, и народ выходит на улицу на Цветной бульваре. Вот так выглядит вход в цирк. Такие круглые ретро-афиши. Здесь кассы. Такая новогодняя афиша. Здесь продаются новогодние подарки для детей. Касса-цирка. Это цены на билеты от 500 до 5000 рублей. Расположение арены. В цирке находится памятник Юрия Никулина, который 36 лет руководил цирком. Был артистом, клоуном. Знаменитый, известный артист в России. И прямо рядом с цирком находится метро Цветной бульвар. Вон там впереди. Дети сходили в цирк. Рядом с цирком находится торговый комплекс Цветной. И вот оно, метро Цветной бульвар. И пройдя метро Цветной бульвар, пройдя вперед немножко по улице уже там, где вдали елка, там заканчивается Цветной бульвар и начинается Садовое кольцо. Вот это улица. Цветной бульвар. Внизу домов магазины, как обычно. И в центре находится такой парк. Летом, конечно, тут все зеленое, красивое. Вот наконец Цветного бульвара. Начинается Садовое кольцо. И заканчивается это все дело сейчас с доной елкой. Вот дошла я до этой елки. И здесь такой подарок. И еще один подарок. Елка. И здесь такая маска. Все в иллюминации, в огнях, в шарах, в огоньках. Вот такая красота. Ну вот такой цветной бульвар. Сейчас пустынный под Новый год. Иду по центру бульвара, по центру парка. Сегодня немножко выпал первый снежочек в конце декабря. А так все время было сухо, трава, и плюсовая температура. Вот так здесь сейчас безлюдно, пустынно и красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот такой красивой подсветкой сейчас освещается трубная площадь метро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И всем, кому понравилось видео, не забываем подписываться на канал, пишем комментарии и ставим лайки. Спасибо! спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»